В Брестском горисполкоме нередко проходят встречи с делегациями из разных стран, но гостей из Латвии принимали особенно тепло. Ведь, несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, члены Ассоциации Республиканского общества ветеранов из Риги хотят развивать дружеские, добрососедские отношения с белорусами. Зная и понимая вот эту ситуацию в той стране, где вы проживаете, я прекрасно отдаю себе отчет, что для каждого из вас это уже личный подвиг. Поэтому низко преклоняюсь от имени всех горожан нашего города и спасибо вам за то, что вы организовали этот формат. Цель визита делегации заключить соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией Бреста, но самое важное и дорогое – это человеческая поддержка и общение с единомышленниками. В Латвии многоценный народ – латыши, русские, белорусцы, литовцы, поляки, украинцы, немцы даже есть. Нормально относятся к соседям. Люди хотят общения, люди хотят понимания. Глава города побеседовал с каждым из членов делегации, которых многое связывает с Белоруссией. Большая политика, большая политика. Мы вас прежде всего приветствуем сюда как людей, которые приехали в наш город. Мы очень любим гостей. Понятно, что сказать, что вы туристы – это, наверное, неправильно. Вы просто наши дорогие гости. Это, наверное, будет самый правильный термин, что вы просто дорогие гости. И почему я так часто спрашивал о каждом из вас, потому что вы интересные как люди, как личности. К слову, в организации, которую представляют гости из Риги, состоит порядка 300 человек. Среди них ветераны вооруженных сил, вдовы офицеров советской армии, бывшие малолетние узники. Одна из них – уроженка Витебска Алиса Галилеева. В Германию вывезли нас. По дороге у нас и в Латвии был Саласпилский лагерь, в котором было много детей, вывезенных из России, из Белоруссии. Я с ними знакома, с некоторыми. В Германии, в Занде был трудовой лагерь, а потом концлагерь. В Германии вывезли. И это был май месяц 1945 года. Вот вывезти из трудового вывезли, но англичане нас освободили. Вот я уже говорила, что это было 6 мая 1945 года. Это воскресенье, и это была Пасха. Практически каждому из гостей приходилось бывать в нашей стране ранее. У одних именно в Бресте друзья или родственники. А кто-то здесь жил и работал. Встреча получилась душевной, а гостей поразили наши люди и то, как преобразился город, каким красивым и благоустроенным он стал сегодня. Стороны обменялись памятными сувенирами, а чтобы визит запомнился надолго, для них подготовили насыщенную культурную программу. Продолжение следует...